привет вселенная сегодня 17 16 июля 7 часов вечера 7 21 21 по калифорнийскому времени и это видео у меня будет на тему моей первой встречи с айс офицером и хочу сразу сказать том что я не люблю этого делать но нужно напоминать о том что если вам нравится мое видео поставь пожалуйста ставьте лайк подписывайтесь на канал это поддерживает меня помогает развиваться каналу в том числе там оптимизация все это прекрасно знаете поисковые вот подписывайтесь на мои соцсети в телеграме классные аффирмации поддерживающие напоминающие о том что ты молодец у тебя все хорошо ты все сможешь вот в первую очередь это я говорю самому себе в твиттере побольше таких статусов текстом всего там написано умные цитаты из умных книжек как я сам шучу умные мысли умного человека для умных людей ну и в инстаграме фотки в других соцсетях моя музыка ну это видео у нас будет про как я уже озвучил про айс офицера точнее не но и это видео будет про то как я встретился со своим офицером встретился это вот в кавычках потому что прям душем расскажу обо всем по порядку при выходе из детеншина мне выдали форму 220 и ай 220 и до в которой была указана дата встречи с айс офицером 13 число и с этим события это событие было окружено огромным количеством всяких мифов легенд преданий потому что я сразу так за себя скажу мне не нужно было менять штат многие люди сразу хотели поменять свой штат и переживали так как у меня был назначен суд в детеншине у меня был один суд 8 числа его впоследствии перенесли на 22 слушание и я очень сильно переживал на тему того что пугали многие пугали этим из наших сокамерников пугали друг друга тем что у тебя осталась дата такая же вот у меня выпустили 15 июня дата суда у меня 20 22 июня и значит если ты уедешь из луизианы тебе нужно будет вернуться в суд в луизиан вот мне это не казалось здоровой мыслью и поэтому есть такой сайт сейчас я напомню как он называется он будет в подписи да я оставлю в подписи потому что у него достаточно длинный длинное название эй си ай с . и и о ай а . just is just is . в общем там вы забиваете свой свой и нам да и и там обычно сразу высвечивается это значит что вы в этом внесены уже в электронную базу суда вот я не знаю раньше раньше мне говорили о том чтобы людям месяцами там не попад не появлялись на этом сайте но информация обо мне там была достаточно сразу поэтому и я знал об этом сайте когда я вышел из детеншина я сразу посмотрел какая у меня дата то ли она или не та же и у меня по-прежнему оставалась дата несмотря на то что я уже находился на свободе стояла дата 22 июня я очень сильно переживал и хотел связаться каким-то образом со своим офицером вот и в тот момент когда у меня появился интернет я узнал про про то что есть такой сайт который называется как и и сервис регистрация дат а из дат гоф я тоже оставлю ссылку на него выглядит он вот так вот так вот выглядит этот сайт тут можно зарегистрироваться я честно говоря не помню на какую кнопочку нужно нажать на легал рез иди при сенте эти либо на про просе индивидуал индивидуал я по моему зарегистрировался и там это чем этот портал позволяет написать своему офицеру прикрепить там какие-то документы даже подтверждающие там твой запрос или какую-то там общем легальную информацию о себе и в общем ты получаешь таким образом ты получаешь такой квиточек что твое письмо ушло айсу вот но есть особенность в этом портале в том что ты твоя заявка рассматривается несколько дней ты регистрируешься и там тебя авторизируют несколько дней и к тому моменту когда мне было очень важно написать моему офицеру так вот такой вопрос во первых о том что я приехал в город своего поручителя то есть то есть верно ли я понимаю что мне не нужно приезжать на суд в луизиану 22 июня вот это был мой первый вопрос второй был вопрос относительно моего номера телефона мобильного который поменялся который то есть я указывал номер своего контактный номер своего поручителя настоящий момент это номер у меня появился мой собственный номер мобильный и я его написал я его указал этот номер и сообщил об этом саму айсуфицеру и третий вопрос был связан с конечно же с паспортом звучит очень стрёмно и грустно конечно но я спросил могу ли я был получить свой паспорт на встрече с айс офицером к тому моменту я слышал много истории о том что там например айс офицер к нему можно а прийти раньше времени прийти раньше своей даты отметиться вот и кто-то приходил и все было окей вот я решил что я не буду приходить раньше времени приду в ту дату которая мне назначена я знал что я у меня будет такая возможность и решил не не испытывать судьбу свою не потом не волноваться все ли хорошо за того что я пришел в другой день или это было плохо в общем решил не рисковать второй момент это то что я слышал о том что твой айс и ты со своим айсом и не встречаешься что там обычно какой-то прошу прощения какой-то помощник именно этот помощник сообщает где ты точнее ставит тебе этот штамп отвечает на твои вопросы или вообще не отвечает я слышал такие истории о том что ты просто приходишь к зданию у вас на улице собирают ваши бланки ваши формы потом уходят его выносят опять на улицу твои твои же бланки то есть никакого общения никаких паспортов ничего не происходит ну у меня был практически месяц до встречи с офицером поэтому а еще я слышал такую информацию что люди приходят на встречу с офицером а им говорят что мол ой да вы хотите ваш паспорт ну или там вы хотите ваш оригинал ваша форма ай 94 ну мы мы вам выдать ее не можем потому что мы не знали что ваши документы в общем чтобы вы на свободе и что ваши документы должны что мы должны запросить что то вот такого плана такие ответы вот и поэтому я конечно же хотел написать как можно раньше своему офицеру во первых потому что я переживал за за суд который у меня произойдет 22 я зашел на сайт там по-прежнему стояла дата 22 июня очень сильно из этого переживала я хотел узнать нужно ли мне ехать в луизиану обратно или все-таки нет я надеялся что нет и понять могу то есть и сообщить своему условно айс офицеру что я уже нахожусь в городе своего поручителя чтобы не было такого момента когда я приду к нему на встречу чтобы не сказать ой а мы не знали что ты уже на свободе мы сейчас запросим твои документы приходи в следующий раз то есть я обошел со стороной все эти документы смысле все эти вопросы решил как говорится заранее предвосхитить вот подобные ответы но все 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 не так это просто ответ на свое письмо на вот этом самом портале о котором я сказал я до сих пор не получил уже прошло сегодня написал тогда было где-то число 19 20 21 условно когда я написал это письмо где-то 20 мне кажется сейчас уже 16 июля до сих пор ответа с этого портала я так и не получил благо я каждый день заходил на сайт вот этот вот эйси айс . не ой . джастис . гов и и от смотри отслеживал свою дату суда и благо 21 июня она сама изменилась то есть 20 числа там показывала мне еще моя дата суда пропала но новые не было а уже 21 числа появилась новая дата суда и это был тот самый момент когда я выдохнул и понял что фух сейчас как бы айс офицер уже как бы условно говоря то есть мне не нужно ему сообщать о том что там то есть он в курсе что том что я в городе своего поручителя вот но конечно же мне хотелось получить хоть какой-то ответ вот кейс даты суда мы разобрались ехать мне в детеншн возвращаться 22 числа не надо он у меня новая дата 2 ноября 2022 года в лос-анджелесе все отлично все супер я знаю но два вопроса относительно моего номера телефона и моего паспорта так они и не решены я пытался найти какие другие способы и конечно же я думаю вы в курсе про сайт ю с с точкой гов вот такой основной сайт на котором огромное количество информации том числе там есть страничка я тоже этот сайт оставлю в подписи к видео на котором есть перечень контактных данных твоего айс офицера вот я по какой-то причине не знаю по какой туда не писал потому что там был такой условный очень базовый email там на несколько штатов был один точнее не на штатов она несколько городов одного штата был один мэйл и мне казалось что если оттуда напишу то мое письмо просто где-то будет в небытии а вот на этом портале который вот я говорил выше что и и и service . а из . gov что там уже раз мое письмо там помечено как его полученное то я оттуда обязательно получу ответ а вот этот вот имейл базовый на сайте на сайте юси и с . gov до . gov я оттуда не ничего не получу но каково же было мое удивление когда я я все-таки решил туда написать 2 на тот момент у меня оставалось два вопроса первый вопрос был мой номер телефона который изменился адрес у меня остался прежним и то есть я думал о том что ну то есть это не самая важная информация то есть вместо своим поручителем контакт есть если кто-то ему позвонит он не обязательно передаст но мне хотелось уже да так как у меня изменился не адреса все лишь номер телефона я писать вот эти письма которые нам выдавали формы в детеншине решил не делать решил просто по электронке решить вопрос уже в 21 веке и второй вопрос был все таки отдадут ли мне паспорт или нет каково же каково же было мое удивление когда я получил ответ в тот же самый день в тот же самый день когда я написал на вот этот казалось бы имейл который общий якобы никому от которого никто не ждал никаких ответов с этого имейла я получил в этот же день ответ и надеюсь это был мой айс офицер потому что он было имя и фамилия данные какие-то конкретного человека который мне ответил и про телефон вообще ответ мне честно говоря очень сильно ответ меня немножечко ну очень сильно все таки да как-то расстроил с одной стороны там было и хорошая говорится у меня есть две новости вам какую хорошую или плохую первый вот первая новость была о том что мой номер телефона он внес в базу ну и то есть что он изменил мои данные контактные и все окей что часто информация находится в базе так что если вам нужно изменить какие-то данные по адресу например вы можете написать вот точно так же на этот имейл и ваши данные контактные поменяют а второй момент это то что паспорт мой мне не отдадут и паспорт там было написано что паспорт возвращается в двух случаях в первом случае если вы получаете ваш кейс будет в общем если ваше ваше дело выиграет вот а либо если вас депортируют обратно мне показался вопрос ответ не самым логичным потому что если мой кейс выиграет я получу убежище на хрена мне мой старый паспорт уже тогда вот и ну окей я мне уже не привыкать к подобного рода официальным ответом поэтому единственное что я понял это то что паспорт звучит ужасно да что мне не отдадут мой паспорт вообще звучит просто вообще как-то вообще как-то дико прям как-то дико и неприятно вот ну в общем по крайней мере я знал что если я что 13 июля когда я пойду на встречу с моим офицером чудо скорее всего не случится я конечно же все равно продолжал обождать продолжал продолжил надеяться на хорошее ну вот и сейчас собственно расскажу что произошло 13 числа в эту дату общем уже сказаниями легендами и паданиями которая была окружена пришел я ехал не ехать нужно было порядка полутора часа потому что это находилась далеко в даунтауне я говорил что передвигаюсь на велосипеде и все что находится все административные здания которые мне нужны находятся в порядке там 15 20 максимум 30 минут езды от моего дома а тут надо было ехать в конкретный конкретное место на как по конкретному адресу north как сейчас помню он достаточно адрес простой потому что это здание номер 300 north лос-анджелес street ну то есть улица лос-анджелес ничего сложного дает для запоминания в лос-анджелесе в этом здании находится сразу много разных организаций там и налоговая и вот эти вот и с с и и идеи час и и кто-то еще в общем очень большое количество организации там много этажей много кабинет и в этот день в это здание стояла огромная очередь ну прям огромная очередь я приехал за пять минут до 10 часов у меня встреча моя была в 10 часов назначена полтора часа я ехал на велосипеде приехал запарковался и увидел эту очередь и так немножко напрягся вот сразу за мной со стороны там где запарковался я пошел в длинный конец очереди очень очень длинная очередь мне навстречу шла девушка сейчас я кстати вам покажу у меня есть не далеко искать в общем это видео долго буду искать в общем передо мной вы проходила девушка и я решил ее могу пропустить в очереди перед собой ну то есть она шла где-то с ней параллельно шли думаю ну уступлю место очень чем когда она не сказала спасибо я понял что это в прошлом был мужчина потому что это был такой низкий басовый голос я подумал что достаточно забавно что мы стали и все это и многотысячные ну тысячные в общем ну человек ну 100 там было точно ну то есть многодесяточной так говорят вообще толпы 2 лгбт-человек и стали рядом в очереди это мне показалось забавно потому что она абсолютно не выглядела как как lgbt woman она выглядела просто как девушка и пока не начал не начала говорить у нее было ну то есть иногда ты можешь увидеть что этот человек прошлом был мужчиной да там по по фигуре по не знаю по носу по кадыку еще по каким-то вещам да а это было перед тобой стояла просто просто прекрасная красивая девчонка и абсолютно естественная и все такое ну то есть и вот только голос голос голоса я выдавал и это было забавно классно разговорились но она мне по посеяла огромное количество разных тревог потому что она сказала о том что ее постоянные и отчитывают когда она опаздывает в прошлый раз когда она пришла здесь вообще не было никакой никакой очереди вот на в шоке от того что сейчас такая большая очередь рассказала мне лайфхак о том что если у тебя есть написано дата время и дата твоей встречи ты можешь подойти ко входу и попросить чтобы тебя пропустили вот но в этот день были охранники которые не пропускали если тебя ты приходишь к ним с этим листиком вот поэтому пришлось стоять всю эту очередь она сказала о том что ее отчитывают если она опаздывает я уже начал придумывать себе в голове отмазки что мне сказать почему я опоздал сразу хочу сказать что в моем случае никого нет на меня не отчитывали уж точно вот да и там внутри еще такие длиннющие очереди что там ну это было в этот день по крайней мере говорят что там в разные дни по-разному прошу прощения в общем простоял я в этой очереди больше часа и когда ты заходишь здание я спросил мне я навстречу меня полностью прям вывернули наизнанку весь мой рюкзак прям достали каждую ручку прям вот каждую мелкую там деталь какую-то там кнопочку все прям достали настолько подробно уже осматривали мою эту сумку прям было так не по себе когда я спросил когда куда мне нужно идти на встречу сайса мне сказали что мне нужно подняться на седьмой этаж на седьмом этаже тоже была очередь потому что ну то есть как я сказал что здесь на каждом этаже свои административные здания вот для встречи сайса мне нужно подняться на седьмой этаж на седьмом этаже благо очередь была не очень большая и И шла она очень быстро. Мне, когда дошла моя очередь, я отдал свой листочек, свою форму. Мне вернули... Нет, не вернули, забрали мою форму, дали... А, да, вернули мою форму обратно. Еще выдали такой листочек, нужно было написать свое имя, фамилию, дату рождения, номер телефона и А-номер, да. Вот эти все... И когда я... Потом я подошел снова к Окошку, отдал свой файл вместе с этим листочком, и мне дали, типа, такой листочек, напоминалку о том, что мне нужно идти в кабинет Б... 118. Вот. Мне сказали, что меня позовут. Ну, то есть, где этот номер 118, я не понял. Я спросил, мне нужно ждать, а они мне сказали, да, нужно ждать. И я сел спокойно ждать, в общем-то, в этом самом помещении. Вот. Оказалось, что кабинет Б 118 находится на другом этаже. Вот. Это я понял через 40 минут. Но, на самом деле, скажу заранее, что не обязательно было мне идти в этот кабинет Б 118, потому что там просто люди ждут. Это как такой, типа, зал ожидания. Потом тебе приходит смс-ка на твой номер о том, что ты можешь подниматься обратно на седьмой этаж, там за тебя дадут документы. Прождал я в общей сложности порядка двух часов в целом. Мне действительно пришла смс-ка, и после того, как мне пришла смс-ка, я поднялся на седьмой этаж и вошел в кабинет к якобы кайс-офицеру. Ну, то, что я сейчас перед этим расскажу, что пока мы находились, в общем, в этом зале ожиданий, я, конечно же, встретил русских, русскоговорящих людей. Вот эти все истории про, а что у тебя, сколько ты просидел в детеншине, а как у тебя было, а сколько в бордере. Вот эти все немножко уже набившие оскомины разговоры за последнее время, я так погрузился в эту, сказать, приятную-неприятную ностальгию по вот этим всем детеншинским временам. Из интересного могу рассказать о том, что вот такой кейс о том, что мужа и жену посадили в разные детеншины. Детеншины, муж, они прошли границу 3 мая 2022 года, вот встретились мы 13 июля, а мужа выпустили. Я не спросил, через сколько из детеншина, жена до сих пор сидит, то есть уже больше двух месяцев жена сидит в детеншине. И вот как раз-таки в тот день, когда мы общались, ее было принято решение выпустить под залог 10 тысяч долларов. Вот. Такие дела. Что еще из интересного я узнал? Узнал, что передо мной общалась в окошке девушка с менеджером. Я не знаю, эта информация неподтвержденная, поэтому я не буду сейчас вам говорить какую-то первостепенную истину, вы можете это проверить. Она задавала вопрос о том, что можно ли оставить суд в Лос-Анджелесе, но при этом переехать в другой штат жить. И она получила ответ, что да, можно. Я первый раз о таком слышу, не слышал об этом раньше и не могу сказать, что я уверен в корректности этого ответа. Нужно гуглить. Поэтому, ну, по крайней мере, теперь есть что погуглить, это интересно. То есть нужно сообщить айс-офицеру о том, что ты хочешь вернуться, ну, то есть вот она собиралась уезжать из Лос-Анджелеса в Майами, и в Майами ей сказали, что нужно обратиться к айс-офицеру и сказать, что ты хочешь оставить свою дату суда такой же. Ну, в общем, гуглите, ребят, мне этот вопрос не актуален, я уточнять не буду. Ну, в общем, вошел я в кабинет к своему айс-офицеру. Что это из себя представляет? Просто заходишь, открываешь дверь, тебе тут же отдают твою проштампованную форму Ай-220А, и все. И там написано, дата следующей встречи. У меня дата следующей встречи 5 апреля 2023 года. Ну, то есть почти через год. Ну, как бы, с одной стороны, окей, я подумал, ну, как бы, мне не очень-то сильно хотелось сюда ходить каждый месяц, ну и хорошо. Но в другом случае, ну, сейчас я вот что хочу сказать, что я начал задавать вопросы, говорю, а паспорт, ну, на всякий случай, чего одни спросить-то, да? Они говорят, мы паспорт тебе не отдадим, мы отдадим тебе копию, насколько я понял, с каким-то штампом о том, что паспорт, ну, то есть, о том, что это легальная копия паспорта. Вот. Я говорю, а когда вы мне отдадите мою копию паспорта? Они говорят, ну, вот, приходи на встречу с Айс-офицером, тебе ее отдадут. Я говорю, 4-го, 5-го апреля 2023 года. И мне такие на белом глазу говорят, да. Это мне повезло, что вот этот офицер, с которым я общался, это был не мой Айс-офицер, это тоже был помощник. Он сказал, что мой Айс-офицер куда-то вышел, то ли на обед, то ли я не совсем понял, куда он вышел. В общем, мне сказали, ну, то есть, и мне повезло, что он не сильно торопился, потому что я оторопел, и несколько секунд, я прям, типа, хотел сказать, окей, и уйти, но мне хватило сил. Значит, я переспрашиваю, а когда я получу оригинал своей формы Ай-94? Он мне говорит, ну, вот тоже, на следующей встрече с Айс-офицером. Я говорю, то есть, 5-го апреля 2023 года. Мне говорят, да. И такие, да. А, ну, типа, да. Что ты? Конечно, что непонятного? Ну, просто через год приходи, и тебе дадут документы для того, чтобы ты мог спокойно находиться в Америке. Тебе документы дадут просто через год. Я говорю, слушайте, вот у меня проходит вот это вот оторопение, вот это, я задаю вопрос. Скажите, пожалуйста, а можно мне раньше как-то получить эти документы? Я не хочу через год получать их, я хочу получить их раньше, вот, ну, там, сейчас, например. Они мне говорят, нет, сейчас этого сделать нельзя, потому что ваши документы еще находятся где-то там. Мы только сделали на них запрос. Я тут даже не понял, где, в Луизиане или в Сан-Диего. Наверное, в Сан-Диего. Или, может быть, в Сакраменто. Я даже без понятия. Они говорят, мы сделали на них запрос месяц назад. И пока они к нам придут, пока мы их получим, приходите через 2 месяца. Я говорю, а как мне к вам прийти через 2 месяца? Можно мне, ну, то есть... Они говорят, ну, вот просто приходите, как сегодня, без приглашения только, вот, без аппоинтмента. Приходите на встречу со своими документами. Если ваши документы придут, мы вам их отдадим. Я говорю, слушайте, а можно какой-то имейл получить или какой-то телефон, чтобы я позвонил и узнал, пришли мои документы или нет, чтобы у меня не приходить сюда зря? Они мне говорят, не-не-не, ты просто приходи лично, и мы тебе... и узнаешь, пришли твои документы или нет, ну, типа, через 2 месяца. Я думаю, ну, хоть хотя бы какой-то ответ, да, хотя бы через 2 месяца, ну, хотя бы что-то. Вот. Поэтому вышел я такой, ну, то есть приехал я туда в 10 утра, ушел я оттуда, у меня было огромное количество дел на этот день запланировано, я планировал в 3 места успеть. В итоге еле-еле там с грехом пополам до второго места я доехал, выпустили меня из этого здания, вышел я в 2 часа 20 минут. Ну, то есть 4 с лишним часа до 11, до 12, до 12, до 12, до 14. То есть почти 2 с половиной часа я там провел, там еще не ловят интернет, то есть какие-то дела онлайн решать практически невозможно. Ну, все-таки административное здание, все дела там, защита, понятно. Ну, то есть я там общался с людьми, конечно, какую-то получил информацию, ну, вот, благодаря личной коммуникации, но в целом было, честно говоря, ну, так, такой, ну, поставили штамп, хорошо, мы не обесцениваем это мероприятие, я сделал важное дело, я обозначился, что я здесь есть, что я в штате, в городе, я пришел вовремя, в срок, мне не понадобилось оправдываться за то, что я пришел, ну, то есть что я простоял в очередях, и что я у окошка был не в 10 часов утра, а там у первого окошка я был где-то там в 11.30, в 11.40, в 11.50, может быть. В общем, все прошло, я со своей стороны выполнил все свои обязательства, вот, от США я получил хотя бы информацию о том, когда, ну, что, что, что будет со мной дальше, вот, ну, и какую-то информацию, когда я смогу получить свои документы. В общем, на этом все, я думаю, что было важное, полезное видео с информацией по связи с Айсами, про ответы на какие-то главные вопросы, чего ждать, чего не ждать от этой встречи, если что-то интересно, какие-то задавайте вопросы, делитесь своим опытом, если что-то тоже очень интересно, может быть, вы там что-то расскажете новое, что у вас произошло какое-то чудо, вам отдали ваш паспорт, и вообще все произошло прям супер-пупер, и вы еще и гражданство получили. Кстати говоря, гражданство выдают в этом же, присуждают, выдают, я не знаю, как правильно, в этом же самом здании, поэтому это здание вы еще посетите не один раз, когда будете там получать, например, свой налоговый номер, ИТИН, там, например, это все тоже происходит. ИРС, да, кстати говоря, не помню, говорил об этом, тоже находится вот это здание налоговое, или тоже, точнее, самая налоговая находится в этом же здании, так что в это здание еще придется приходить неоднократно, и там же вручают, собственно, само гражданство, поэтому важно знать, как оно происходит и что чего. С девушкой, кстати, девушку зовут Тай, с которой мы познакомились в очереди, она прикольная, забавная, интересная, тоже рассказала много интересных историй, как-то немножко расслабила меня, мы, кстати, очень, я, кстати, очень классно общаюсь на английском языке именно с другими ребятами, которые приехали из других стран, как-то вот, я не знаю, я не знаю, почему, но как-то вот, я как-то проще отношусь к себе, когда делаю ошибки, хотя я не знал, приехала она из другой страны или нет, но как-то я, ну вот, я заметил, что те люди, которые сами вот учили английский язык, они как-то проще в отношении к тем, кто его не знает, вот, коренные американцы, они как-то немножко больше следят за тем, как ты произносишь слова, как ты выражаешься правильно-неправильно, исправляют, вот, как-то вот с другими эмигрантами, которые даже лучше тебя знают английский, как-то проще, проще получают сообщения и как-то не, без, ну, это вот у меня такое, не знаю, как у вас, такой вот, такой вот экспириенс. В общем, на этой прекрасной ноте заканчиваю видео, если оно было вам полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вот это вот все, там, мои соцсети и бла-бла-бла. У меня прям очень много, я прям вот смотрю свой список, о чем еще нужно рассказать. Смотрите кучу полезного контента у меня про адаптацию в Америке, про бесплатный курс английского, про получить все документы и вообще не выходя из дома, и у меня еще будет видео по медстраховке, в общем. Ну, я буду рассказывать не только об этом, чуть-чуть все буду рассказывать через призму своего личного отношения, так что будем дружить, оставаемся, оставаемся на связи. Пока-пока. Это был Сергей Ульянов, встретимся завтра. Пока, вселенная.